СУРАЙКИН Есть за что поддержать Сурайкина. Уважаемые товарищи, мне приходилось довольно критически выступать в отношении программ кандидатов, ну и надо сказать, что либо эти программы являются программами буржуазными, и, как всякие буржуазные программы, они скрывают то обстоятельство, что кандидаты поддерживают сохранение эксплуатации трудящихся в России. Либо в отношении товарища Сурайкина я делал такое заключение, что это его 10 сталинских ударов больше похоже на социализм-утопизм. То есть цель его бы хорошей, с этим нельзя спорить, это привлекательно, можно с этим соглашаться, но это не содержит никакого движения, поскольку не содержит никакого движения, оно вот такой носит утопический характер, и поэтому можно при этом всем положительном отношении и не голосовать за этого кандидата. А можно и голосовать. Но вот так случилось, что вчера, наряду с теми материалами, которые фигурировали, эти материалы проявили себя в российской газете, там есть автобиография товарища Сурайкина, и там есть материал про 10 сталинских ударов. Вот на предыдущей полосе российской газеты, это 10 страница российской газеты за вчерашнее число, 12 марта 2018 года. Вчера эта российская газета, 140 тысяч с лишним, публикуется бесплатно на основании федерального закона 10 января 3 года о выборах президента Российской Федерации. Материал предоставлен политической партии, коммунистической партии, коммунисты России. У меня сложилось такое впечатление, что либо товарищи как-то среагировали на критику, либо они сами понимают, что нельзя ограничиваться только указанием целей, надо еще и, как говорил Гегель, надо брать не только результат на результат, а вместе с движением к нему. И вот та публикация, которую они дали, которая называется «100 дней сталинского президента-коммуниста Максима Сурайкина, товарища Максима», она этому требованию соответствует. Не в том плане, что она, может быть, абсолютно соответствует, абсолютного соответствия нет ни в природе, ни в обществе. Поэтому, значит, говорить, что тут вот совсем можно согласиться, или все очень так вот выражено, что нельзя лучше, но кто хочет лучше, пусть попробует. Поэтому это не такая простая задача. Но, тем не менее, здесь, в этой работе, говорится прямо о том, что вот этот кандидат – это классовый президент, президент бедных против богатых, президент, который будет защищать интересы современного рабочего класса и крестьянства. Ну, это тоже похоже в известной мере на то, что это трудно сделать, если один человек будет защищать интересы всего рабочего класса и крестьянства. По идее, вообще за социализм, за коммунизм должны бороться рабочие классы и крестьянства. И этот поворот тут есть. Главная цель – помочь трудовому народу победить в классовой борьбе и добиться исторического перераспределения национального дохода в пользу трудящихся. Это очень ценно, потому что это не звучало. И это прозвучало. Это прозвучало в российской газете большим террором. И неважно, изберут товарища Сурайкина, не изберут, но он в ходе своей избирательной кампании очень важное положение осветил в нашей прессе. Причем в прессе правительственная. Это правительственная газета. Но это не единственное, что тут стоит выделить и что подходит под название «Есть за что поддержать товарища Сурайкина». В случае своего избрания он, тут как бы в третьем лице этой партии, коммунист России, говорит, что он будет реализовывать программу первоочередных мер «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Ну это как бы, это все уже известно, это было раньше сказано. Действие сталинского президента коммуниста в первые 100 дней. После избрания отправляет в отставку буржуазное правительство Медведева. Я думаю, это многим понравится, потому что очень многие имеют претензии. Это потом конкретное действие. Потом президент может отправить правительство в отставку. Это не из таких вещей, которые являются утопическими. Это в рамках как бы буржуазного строя. Президент-то вот избирается в рамках буржуазного государства. Назначает во главе правоохранительных органов профессионалов из числа сторонников Компартии «Коммунисты России». Это понятно, раз он кандидат от партии. Естественно, безусловно, он опирается на то, что надо использовать свою партию для того, чтобы поставить тех кадров, которые будут осуществлять эту программу. Дает им поручение провести проверку на наличие коррупционной составляющей и соответствие деятельности правовым нормам в отношении каждого гражданина, занимавшего пост в федеральном правительстве, начиная с 21 августа 1991 года. То есть там много найдется уликаев, я думаю, при этом. И это мера очень сильная и правильная. То есть вопрос стоит о кадрах, потому что кадр решает все. Как вы думаете, ну вы отправите правительство в отставку, потом переформалируете, переформатируете это правительство, те же самые люди будут переставлены и будет тот же самый результат. Нет, здесь говорится о том, что все, кто, так сказать, занимал этот пост, надо проверить с этой стороны. Ну, если человек чист с точки зрения коррупционной, то, так сказать, и проблемы никакой нет. А если не чист, так и нынешнее правительство, и нынешний президент требует, чтобы это было сделано. Может быть, это будет делать не сам Сурайкин, может, Владимир Владимирович, может, еще кто-кого изберут. Но, во всяком случае, это деловое предложение. Инициирует процесс, план второй, процесс подготовки проекта Конституции новой социалистической России. Замечательно. У нас, кстати, проект есть на сайте Фонда Рабочей Академии. Можно предложить его взять за основу. Если работает еще лучше, мы будем очень рады. Третий пункт. Формирует советское правительство на основе предложений трудовых коллективов, аграрного движения. Ветеранских организаций, военнослужащих, профсоюзных организаций, РАН, национальных диаспор, ВЛКСМ и других патриотических движений. Но оно не будет совсем советское правительство, потому что советы надо еще создать через трудовые коллективы. Но, тем не менее, само по себе формирование такого правительства на первом месте, где стоят представители трудовых коллективов, конечно, весьма положительные действия. Четвертое. Создает инвентаризационную комиссию по оценке состояния государственной собственности, финансовых активов, недр, полезных ископаемых, технологий, научных разработок, находящихся в собственности и на территории Российской Федерации. И издает указ о национализации собственности частных и юридических лиц, участвовавшись в присвоении общенародной собственности в 1991-1993 году. Ну, вот, скажем, ожидать, что правительство буржуазное, даже вот оно переформатированное, измененное, оно вообще заменит сразу частную собственность, не следует. Но это вот, речь идет о тех, кто незаконно захватил и присвоил себе в 1991-1993 годах. Да, это вполне нормально. Вот те, кто, так сказать, как-то обычным порядком получили, развивались из маленьких капиталистов больших и развивали какое-то производство, тем самым в России, их этот указ не затронет. А тот указ, который относится к присвоению общенародной собственности в 1991-1993 году, затронет самых настоящих преступников. Своими указами сталинский президент-коммунист обнуляет процентную ставку рефинансирования и приостанавливает деятельность всех коммерческих банков. Нормально, коммерческие банки нам не нужны, пускай все они станут отделениями единого банка, центробанка, а центробанк пускай имеет нулевую ставку. Почему нулевую? Надо дать возможность развиваться нашему производству. Банки зажали производство, денег не дают своими сумасшедшими ставками. Направляет основной объем нефтехимии на внутреннее потребление. Ну, многие говорят, ну что же такое получается, значит, когда цена на нефть падает, цены на бензин растут. Сколько такое может быть? Ну, очень может быть, если рассматривать производство бензина просто как способ деньги взять у граждан. Восстанавливает государственную монополию на производстве и продаже алкогольной продукции. Сколько уже говорено? Сколько уже нужно людей убить этой алкогольной продукции, потому что она частная, чтобы до этого дойти? Очень деловое предложение. Запрещает использование в пищевом производстве опасных для здоровья человека пищевых добавок. Нынешнее правительство до чего дошло? Давайте будем писать просто там мелким шрифтом. Вот мелким шрифтом, например, написано, я недавно водичку купил, вместе с внучкой зашли в магазин. В водичке написано, вишневый напиток, что снижает, краситель используемый, снижает умственную активность и внимание. Ну, это мелко написано. Некоторые вот, я как близорогий человек, я прочитал. Уже люди, так сказать, которые всю жизнь нормально видели, так сказать, а сейчас являются дальнозорками, ни за что не прочтут. Так, мелко написано. Если честно вам написано, что там есть яды. Ну, так зачем нам есть яды? Давайте мы сделаем так, чтобы без ядов. Запрещает использование. Очень хорошо. Ликвидирует ООО РЖД и восстанавливает на его базе Министерство путей сообщения. Потому что ООО РЖД только и занимается. Как бы повысить цены на билеты? И она убирает даже специальные, пытается убрать специально те вагоны, в которых нет купейных мест. Да, чтобы были купейные только, а эти дорогие, более дорогие. И она в то время пытается то, значит, какие-то сделать частные компании, которые обладают локомотивами, то частные компании должны уже частями железных дорог управлять. Я думаю, еще не дошло до того, чтобы отдельные рельсы, там, правые рельсы одной компании продать, левые другой компании продать. И вот эти вот штыри, которыми удерживаются эти рельсы, может, тоже компания какая-то возьмет. То есть, такие тенденции есть. Ликвидирует ООО РЖД и восстанавливает на его базе Министерство путей сообщений. Запрещает деятельность всех частных авиакомпаний и вводит внешнее управление в ПАО Аэрофлот. Ну, уже убедились. Ликвидировали у нас местную авиацию. У нас одна за другой умирают эти самые компании. Аэрофлот не умирает в крупнейшей компании в мире. Сколько можно доказывать, что это все уже прошли, не надо это все разрубать. Они не могут обслуживать самолеты. У них нет соответствующего количества мастеров, нет соответствующего количества помещений, нет соответствующей техники, которая нужна для того, чтобы на высоком уровне обслуживать. Поэтому это все угроза для жизни людей. Сколько нужно еще, чтобы самолетов упало, для того, чтобы можно было к этому прийти. Ну молодцы. Возвращает уголовную ответственность за контрабанду. Вводит в смертную казнь за торговлю наркотиками. Люди, которые торгуют наркотиками, они же убивают людей в молодом возрасте. Сколько нужно этого ждать? Государственную измену и ряд особо тяжких преступлений. А сейчас какая картина? Если человек убил 100 человек, говорит, ну они же все равно мертвые. Как мы это, вот из живого теперь казним? А Ленин говорит, что пусть смертную казнь отменяют, господа убийцы. Не будет убийства, не будет здесь смертной казни. Она не отменяется, она должна засыпать. Ну нет кому применить, никто не... А сейчас ведь картина такая, я вот выхожу, меня убивай. Он, который меня убивает, он знает, что его-то не убьют, а я-то знаю, что он-то меня убьет, если он поставит себе такой целью. Такая картина. Мы в неравном положении с преступниками на сегодняшний день. Так, приостанавливают деятельность частных жилищных управляющих компаний, обязывают высчитывать тарифы ЖКХ для каждой семьи, исходя из не более чем 10% совокупного дохода данной семьи. Вот они откликнулись на эту просьбу. Скажите, как вы к этому придете? Они вот будут рассчитывать, пускай посчитают, чтобы у вас не перекрывало, не выходило за 10%. Но это немыслимо. Представьте себе старушки, которые пенсию получают. Им есть нечего, они все несут в это самое ЖКХ. Вводит прогрессивную шкалу налогоблажения для всех лиц, имеющих доходы свыше 1 миллиона рублей ежемесячно. Вот против такой меры очень трудно возражать. С одной стороны, это очень крупная сумма. У нас тут не присутствует. Я не знаю, много ли среди тех, кто будет смотреть это, тех людей, которые имеют более 1 миллиона ежемесячно. Ну уж те, кто имеет более миллиона ежемесячно, с них-то надо брать больше налога или нет? На самом деле, у тех, кто имеет более миллиона ежемесячно, там в этой так называемой зарплате сидит прибавочная стоимость. С них обязательно надо брать больше. Ну, как бы это еще не в полной мере, но мы прекрасно понимаем, что речь идет не о советском государстве, есть еще и о буржуазном государстве, но это в рамках буржуазного государства можно осуществить с миллиона. Ничего такого страшного нет. Ну, у нас есть некоторые, которые десятки миллионов. Вот нам кандидат к президенту, гражданка сообщак сообщила, или, так сказать, сообщили соответствующие органы, которые контролируют и регулируют, что она 400 миллионов получила, заработала, как она сказала, за 6 лет. Можно столько заработать? Получить можно, а заработать нет, потому что от трудов правильных не наживешь и палат каменных. Уважая права и чувства верующих, сталинский президент коммунистов, исполнение 14-й статьи Конституции РФ обязывает все религиозные организации вернуть в собственность государства любое недвижимое имущество переданное церкви после 1991 года. О душе надо думать религиозным организациям, а не о недвижимости. Это правильная постановка вопроса. Вы, есть верующие, вы с ними работаете. Они верят, сказать, к Богу. Ну, к Богу, к Богу. Есть недвижимость, которая создана кем? К трудящимися. У трудящихся заберем и отдадим церкви. А там что, только верующие создавали? Создавали трудящиеся, независимо от того, верующие они, неверующие. Если они трудящимися созданы, они должны и всем им принадлежать. В данном случае государству. Предписывают прекратить преподавание религиозных дисциплин в учебных заведениях, исключить практику религиозных обрядов в учреждениях при открытии, производстве новых объектов, запуске ракет и так далее. Может, у нас они потому и падают, что они держатся, эти ракеты, взлетают только благодаря освещению. Потому что их не проверили, многократно проверяется. То там и то подсоединили не в ту сторону, то, значит, оказывается, программа была вообще не с этого места запускать. Как такое может быть? Но если бы это вот Бог помогал, то и Бог-то не сильно помогает. На самом деле это какое требование? Это коммунистическое требование или буржуазное? Это требование вполне буржуазное, потому что французская буржуазная революция потребовала, самое решительное, великое, потребовало отделение школы от церкви и церкви от государства. И это требование вполне буржуазное, и люди вообще забыли, то есть вы создали буржуазный строй. Вам вот человек, то есть коммунист, предлагает, он понимает, куда идет. Он идет в буржуазный орган, но он, по крайней мере, хоть какие-то буржуазные меры, более прогрессивные осуществляет. Это хорошо? Хорошо. Я думаю, что есть за что поддержать. Седьмой пункт. Восстанавливает государственный праздник, день Великой Октябрьской статистической революции, седьмое ноября. Ну не знаю, как это люди воспримут. Может быть некоторые скажут, сейчас ведь хорошо, с четвертого ноября начинаем готовиться уже к седьмому ноября. А вот сделают седьмого, и только седьмой и будет праздник. Вот у меня был такой разговор у себя на работе. Одни говорят, вот отняли, седьмое ноября. Я говорю, вам-то зачем? Вы все равно не ходите на демонстрацию. Вы же не пойдете. Вам и не надо, у вас и отняли. Ну, я думаю, что трудящиеся, конечно, к этому отнесутся положительно. Никто это четвертое ноября не празднует, не празднует и не собирается праздновать. Вы можете куда угодно двигать, а Великая Октябрьская социалистическая революция является праздником всех трудящихся, всех гнетенных на всей земле. Поэтому передвинуть ее невозможно. Вы можете там так менять, сяк менять. Ну, это вполне правильное предложение. Обращается, восьмое, к народам бывшего СССР с призывом начать совместную работу по созданию единого союзного государства. Хорошее дело. Работу. А какая работа? Там вначале написано, что написано? Главная цель – помочь трудовому народу победить в классовой борьбе. Вот это и работа. А как вы собираетесь? Без победы в классовой борьбе Советский Союз не получишь. Так вот просто путем соединения буржавных государств. Вот пытались же, и таможенный союз, и страны, и СНГ. Это все очень хило, и никакого объединения не получают. Почему? Потому что труд соединяет, а собственность разделяет. Восьмое. Обращается к народам бывшего СССР с призывом начать совместную работу по созданию единого союзного государства. Объявляет территорию государства, ранее входивших в Варшавский договор, зоной жизненно важных интересов для нашей страны. Ну это прямо, скопировали прямо из Соединенных Штатов Америки. Я думаю, американцам это должно понравиться. Вот прямо в их духе. Ну просто говорит, русские все время подражают американцам. Вот и Сурайкин, пишет, вроде сталинский президент, коммунист. Ну прямо как вот, как товарищ Сталин. Он все время, так сказать, с Рузвельтом имел дело, и с Черчиллем. И понимали, что надо, если иметь дело, то в борьбе с фашизмом, а не в распространении фашизма. Так что это вот хорошее дело. Я думаю, что, если не Сурайкин правил, то может Владимир Владимирович возьмёт, эти пункты хорошие пункты. Я бы советовал Владимиру Владимировичу к этому присмотреться, потому что, тем более, они вот на следующей странице, там сверху портрет Путина, а ниже, как раз, автобиография Сурайкина и вот эти 10 сталинских ударов. Но это вот отдельно идёт, маленькая заметочка, маленькая заметочка, это какая-то неброска, как всегда бывает, что вот оно хорошее, оно как-то скромно сюда подаётся. Но это бесплатно. Вот потом кто-нибудь скажет, что у нас нет демократии. Как нет демократии? Вот, пожалуйста, публикуется бесплатно на основании федерального закона о выборах президента Российской Федерации. Какая газета? Правительство нашего. Что предлагает, товарищ Сурайкин, отправить в отправку этого буржуазного правительства Медведева? Ну, как после этого, значит, не считать, что у нас есть демократия? Вот правительственная газета, которая главляет Медведев, печатает материал обо том, что надо отправить в отставку правительство Медведева. Ну, как вот после этого у людей поворачиваться язык, говорить, что у нас нет демократии? Я считаю, что у нас замечательная демократия в нашей стране. Замечательная. Поэтому, я думаю, этот сам факт, доказывающий, что у нас есть демократия, должен быть зафиксирован. По крайней мере, на видео. Пусть люди смотрят и радуются. Потому что не слишком много есть чему порадоваться. Но вот я вчера открыл это, удивился и порадовался. И мне так хочется поделиться этой радостью и с другими. То есть, вот не надо говорить, что у нас нет кандидатов хороших. Они ничего не предлагают. Ну, другие не предлагают. А вот, ну, предложил же товарищ Суракин. И это хорошо. А другие не дотягивают. Ну, потому что буржуазным кандидатам им нечего предложить. Они все ответственны за это вот безобразие, которое сейчас происходит. Поэтому, что вы от них ждете? А этот товарищ, он не скован ни грабежом, вообще народного достояния. Спасибо за внимание.